Привет! Мы с вами находимся на юге Москвы, в районе Москворечья-Собурова. И здесь от Копельковского проезда до улицы Кошкина проходит улица Москворечья, наименный район. Она пересекает Пролетарский проспект. Рядом находится также Каширское шоссе и станция метро Каширск. Улица с двусторонним движением автомобильного транспорта по одной или двум полосам в каждом направлении. Ну и длина улиц составляет около 2,5 километров, чуть поменьше. До 1160 года он был в Подмосковье, и подмосковный поселок Москворечья неподалеку находился. И, собственно, по нему эта улица была названа в 1881 году. Ну, уже, получается, через 20 лет после вхождения вот этой местности в состав Москвы. Ну, а сам поселок Москворечья и вообще эта местность и район, собственно, надо, конечно, все по Москве реке, которая, в общем-то, здесь неподалеку протекает. Ну, не прямо рядом, конечно, с этой улицей, но все равно где-то в этой местности, там, неподалеку. На улице находится довольно много жилых домов, в основном они советского времени в постройке. Это 5-9-этажные дома от 50-60-х годов в постройке. Но есть уже довольно много современных домов. Это 17, 19, 20 и 24-этажные дома, построенные в 2000-е годы. Ну, отмечу, 20-этажный дом под домом 31, корпус 1, называется еще дом Короны. Это жилой комплекс «Миллион алых роз», такое название. А построен был в 2008 году. Те квартиры тут свободной планировки с панорамным обзором. На первых этажах находится пентхаус. Ну, а на первом этаже у него сам построен и другие магазины и сервисы. Помимо жилых домов, также здесь на улице находятся детский сад и школа. Медико-генетический и научный центр. Ну, вообще-таки, довольно много медицинских организаций. Неподалеку находится онкологический центр и МИФИ, вот, у нас тут Нежфизический институт. Ну, в общем, медицинский организаций довольно много здесь, вообще, на Каширке, в этом районе. Ну, вот, в начале улицы находится медико-генетический и научный центр под номером 1. Также находится психиатрическая больница под номером 7 с многочисленными корпусами. Вот, хотя, вроде как, ее хотели закрыть. Ну, не знаю. Ну, вроде, пока работает. Также больница номер 85 с полиплиникой под номером 16, с детским строением, она возникла в 2008 году. Как медико-санитарный пункт при заводе А, ну, по сути, полиметаллов, да. Потом медсанчасть, практически, была при заводе полиметаллов, который находится на Каширском шоссе. Вот, больницу, как и завод, обслужили тогда военные. Ну, все связано с ядерной энергетикой, в том числе и с военной отраслью. Ну, в весной интерес 1970-го года здесь три недели лечился Владимир Высоцкий. Здесь он и концерт дал. Вот, также рядом находится детская больница, здание под номером 20. Вот, ну, видите, довольно много всяких медицинских организаций. Кроме того, также здесь находится общежитие МИФИ под номерами 2 корпуса 1, а также 19 корпуса 1, 2, 3, 4. Такие студенческие городки МИФИ. Диспетчерская, конечно, автобусные остановки станции метро Каширская под номером 3. Также электроподстанция Беляева под номером 8. То есть здесь, потому что здесь находилась тоже неподалеку деревня Ближняя Беляева. Вот, ну и поэтому так назвали электроподстанцию довольно странно, Беляева. Ну, а подстанция была построена в 1961 году. В 2000-х годах она была реконструирована, что дало возможность ввести более мощное оборудование и подключить дополнительно потребителей в районах окрестных Москворечий, Царицыно и Бирюлёва. Также на улице находится АТС под номером 14, организация Мормонов, ну это как сектанты считаются, да, ну, такая религиозная организация под номером 21 корпус 2, арт-капе Гончаров и магазин продуктов в здании под номером 23, торговый центр с универсам Клём, также капе Подворец в здании под номером 31 корпус 2, это бывший торговый центр для студентов МИФИ. Вот, ну и, собственно, гаражи, автосервисные компании, как, в общем, практически на любой улице. Ну, и надо сказать, что в дальнейшем на улице несут пятиэтажки, возможно, те даже, вот, скорее всего, по программе реновации, так что улица будет меняться, облик улицы изменится. Ну, а как она будет выглядеть, мы будем увидеть. Пока же тут особенно доступа замечательных никаких нет, но, в принципе, местность такая довольно интересная, живописная, рядом, вот, речь Чертановка протекает, там, неподалеку от улицы. Ну, ничего, погулять можно, в принципе, вполне, ничего интересного особенного нет. Ну, а доехать сюда лучше всего, конечно, от Петра Каширская, дальше пешком через Катрияковский проезд, можно на автобусе номер 162, он проезжает всю улицу, также можно совершить автобусную экскурсию. Приятных прогулок, до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...